Обсуждать и решать этот вопрос. А в чём скам, блядь? Непонятно. Хоть один момент! Хоть один момент! Энворк использовал со стрима с Рындычем. Хоть один момент! Он-то, блядь, в курсе, что я с Рындычем стримил. Это же его друг всё-таки! Мы два часа тогда стримили. Вы помните этот стрим? Запись этого стрима есть на Хесу стрим. А? Есть, да. Есть, есть. Хесус Рын... Ди... Ры... Блядь, пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы. Ры... Ры... Рындыч. Где этот стрим? Вот! Запись есть. 42 тысячи просмотров. Почти 1000 лайк. И тут вы можете почитать комментарии и понять, исходя из комментариев, кто на этом стриме в итоге звучал убедительнее. Тыкать пальцем я, пожалуй, не буду. Ни один момент из этого стрима он не использовал. Энворк. Неудобно, неудобно, понимаю. Иначе твое недоразблачение не будет выглядеть так убедительно. Смятый. Это не так выглядит, как говно, блядь. Но не знающие люди, конечно, могут в это поверить. Не знаю, реально, че он, блядь, скам. Вот вы видели, скам? Я тоже не вижу. Наш инсайдер сказал, что я не вижу. Стикерпак сделал человек по имени Георгий, который находится в Нью-Йорке. Предположили, что тут в команде Хеса, кстати, они с Хесом подписаны друг друга вынести. Вот стикерпак. Ебать, там шпионы, сука, ебаные. Вот это именно тот момент, когда все за столом поняли, кто мафия. А тот продолжает отменить и вот это делает только хуже. Ну я ху... Откуда у него этот сайт был. Ну так слили в итоге. Так я не утверждал, блядь, я не утверждал, что он не сливал. Ну вот и порешали. А, мотивы Хесуса. Ну так и в итоге еще... Да, я не утверждал, что вы не сливали этот сайт. С самого начала это утверждал, как бы я говорил, что возможно слили. Типа, это был причем стрим сразу после пресела, когда я еще не разобрался в ситуации. Так а в чем предъява, блядь? Ну с легкостью понять, посмотрев его влог про Нью-Йорк. А конкретно про такую достопримечательную... Сейчас вообще пиздец. То есть ему было недостаточно высосать все то дерьмо, что мы сейчас увидели. Он, блядь, решил посмотреть видос, где я записывал анонс стримов на Кик. Он это влогом называет. Ну да, потому что название видоса... Какой у нас там был видеоблог из Америки. Но я не знаю, каким местом он смотрел видео. Потому что если посмотреть видео, то становится понятно, что это не видеоблог. Это анонс стримов. И все. Не более. Это не видеоблог, блядь. А название это Байт. Тебе или не знать, Нворк, что такое Байт в названии видоса? Вот, например, как это видео. Главный лицемер твича Хесус. Ты ж забайтил, потому что главный лицемер у нас это ты, блядь. Исходя из этого видоса. Вы что лицемеришь? Гандон. Тщательница, как будущая квартира, как Хесус. У каждого из нас есть какая-то мечта. Кто-то мечтает купить себе машину. А кто-то мечтает купить себе квартиру. Или, возможно, даже чебурек. Но у вас нет... Тебе, хватит спамить в чате. Заебал уже, сука. А не смотрят твои стримы, докажи хотя бы у Вовы на стриме, почему это не скам. Я уже это много раз делал. Я к Вове уже на стрим приходил и отвечал на эти вопросы у него. Мне кажется, ли Алиса вылезла? Я тебя не звал, иди отсюда. Так вот. Подслушивает ФСБ. Вы-то че сюда пришли? Это вы разоблачение заказали у Нворка, да? Теперь сидите, слушайте, че я тут отвечаю. А вот слушайте и впитывайте, гондоны, блядь. И заказывайте разоблачение у людей других. Господи. А не вот этот вот позор, блядь. Который мы сейчас тут наблюдаем. Так вот, я уже отвечал. Понимаешь, аудитория у братишкина, она... Ну, скажем так, когда человек изначально относится предвзяток к тому или иному другому человеку, да? То что бы ты ни говорил... Им похуй. Им вообще поебать. Банально просто потому, что большая часть аудитории у братишкина, она имеет определенную позицию. И этим людям не нравится моя определенная позиция в определенных вещах. Поэтому, как бы я не оправдывался, в их глазах я все равно буду гондоном. Им насрать абсолютно. Насрать. Вот и все. Так же, как, возможно, и этот дурачок на Нворке. Тоже имеет определенный взгляд. Ему не нравятся мои. И у него предвзятое отношение ко мне. Его это раздражает, что я говорю, что я делаю. Какие действия совершаю. Я бы это не притягивал сейчас, если бы не одно но. Видос лживый. Здесь клевета. Для чего? Зачем? У вас есть ответ на этот вопрос? Для чего? И зачем это вообще видео было записано? Ну, с какой целью? Раскрыть правду? Ее здесь нет. Тогда зачем? Рекламу сделать? Сомнительной какой-то темы в своем видосе? При этом меня обвиняем в чем-то сомнительном? Зачем? Очернить твою репутацию. Это же не первый раз уже происходит. Не первый раз. Мы что, это первое видео такое смотрим? Их огромное количество, блять. Которые на меня там последние три года записывают. И что самое-то забавное. Началось это только сейчас. Именно в этот период времени. Именно вот в такой период времени, как сейчас. До войны в Украине никто ничего не записывал. Хотя я делал все то же самое, что я делаю сейчас. Всем почему-то было похуй. А тут начали. Возможности. У вас нет денег или еще что-то, чтобы это приобрести. Сука, в точку. Блин, ты серьез? Вот я тоже мечтаю. И в этом плане мы с вами чем-то похожи. Потому что я мечтаю, например, купить себе квартиру. Давайте еще ускорим. Мы одинаковые. Представьте, что вы стример. Известный. И представьте, что к вам приходит какая-нибудь стриминговая площадка и предлагает вам достаточно большие деньги. Блин, а ты сейчас не какого-то конкретного. стримера имеешь в виду. Или мне показалось. Ты же про вечеринка, да? Хочешь спросить, что бы я делал, будь вечеринком? Вы можете стримить иногда у нас. И мы будем оплатить только что-то. Так, да я так понимаю, он опять стоит юмор, да? Окей, ладно. Как бы вы к этому отнеслись? Вы бы согласились или отказались? Или все-таки не про него? Давайте я не буду долго ходить вокруг да около. Раз в неделю я стремлю на такой платформе, как Кик. А, все, я теперь понял. Ты про Озона 671 Games. За 10-ти часовой стрим я получаю на этой платформе 6 тысяч долларов. Кстати, когда Тесус предлагал Кик сумму поменьше, он отказался продавать своих любимых зрителей. Твич мне, конечно, деньги не платит, но зато здесь есть вы. Что, блядь? Вот и все. Ну а когда сумма стала побольше, то можно уже и записать видео с мольбами перейти на Кик. Вы же сами все понимаете. Глупо отказываться. А если вы вдруг задаетесь вопросом, а откуда вообще у Кика столько денег и тратить миллион? Во-первых, не перейти на Кик, а у меня там была неделя стримов только и все. Это был анонс недели стримов. То есть это не был переход на площадку полностью. Это было лишь только неделя. Кстати говоря, что Энворк еще на ВК видео перешел тоже, если я не ошибаюсь. Опять же, да могу ошибаться. Сейчас. Потому что Энворк такой, типа, правильный мне сейчас предъявлял за Кик, что я перешел. Но мне писали, что он рекламирует ВК. Но если он реально рекламирует ВК, то тогда вопрос. Ты как мне можешь вообще за Кик предъявлять? У него Рутюб? У него Рутюб как именно реклама площадки идет или как? Если да, то можете скинуть, пожалуйста? Руфы. Я не знаю, может он в каком-то видосе это делал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, что мне тут скинули. Энворк. Источник Энворк. Ой-ой-ой, Энворкич. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты, уебище. Че ты там рассказывал, что я там на Кик ушел стримить? А сам-то, блядь, куда на какие передачи ходишь? За бабки ты, тварь, блядь. Ты посмотри, а? Кого он репостит-то ВК, Рутюб, Одноклассники-то, а? И куда он ходит? На какие передачи, блядь? Кому он ходит? Алло, фрик. Че ты там рассказываешь про лицемерие-то, а? Это, конечно, смешно. Наверное, он скажет, я бесплатно пошел туда. Да, конечно, бесплатно побежал на пропагандистскую хуйню. Я вообще в шоке, блядь. Обров, на каких ты там стример? Ты его сильно не удивляйся, ведь создатель Кик, это создатель казино и платформа. Кстати, ссылка на Кик нужно точно не для того, чтобы Есус там рассказывал, как он в туалетную бумагу пердит. Кик, потоков платформы, поддерживаемая сайтом онлайн-игр и азартных игр в Австралии. Осуждаем. Такими как Изик, осуждаем. Из-то осуждаем. Онлайн-казино было запущено в этом году. Ну, быстро сориентировался. В голове заменил слово. А в Киена, на осуждаем. И уже сразу человек с позицией. Глупо от этого отказываться, согласитесь, вы бы тоже от этого не отказались. Жалко, что и нам не предложили. Я не говорю сейчас о том, что я ухожу с Вича, я не уйду с Вича. Никогда. Ну, вероятнее всего, если мне, конечно, не заплатят миллион долларов. Я никогда не заскамлю свою аудиторию, вы слышали? Квартира здесь стоит очень... То есть, Кик, это тоже скам получается. Все скам! Все, к чему Хевс притрагивается, скам. Я на Твиче стримлю. Твич скам получается. Кик, скам. Охуеть. Вот это он вывернул, конечно, да? Ну, если их прям... Я так понимаю, у этого недоразоблачителя есть вот это любимое слово. И он просто им раскидывается налево и направо. Скам, 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 скам. Это любимое слово, наверное, его аудитории. Ему достаточно просто сказать скам и все. Доказать. Убедить в чем-то, показать. Нахер не надо. Просто скам, 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 скам. Скам, 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 скам. Очень не захочется Димановы купить. Причем тут кик и скам тоже непонятно. Помощи. У меня это не получится. Ну ок, ты там звони, если что, так и быть. Помогу тебе этот комон со средствами для укладки волос перевести. Ну или же мне придется жить на улице, как вот этот вот человек. Разве что вы поняли? Ну это человек. То есть он под одеялом сейчас лежит, спит. О боже мой, только нет. Мой любимый стример Хесус станет бомжом и будет клянчить деньги на улице, если не будет стримить казик на кике. И ему нормально. Хотя не знаю... Да, только это видео было записано еще задолго до того, как я начал стримить казино на кик. То есть, если вы помните, у меня тогда была неделя стримов. Там было казино? Нет, там не было казино. Потом я стримил один раз в неделю еще. Два месяца. Там никакого казино не было. Не было никакого казино, блядь. И этот анонс не призыв пойти на кик казино смотреть. Этот анонс был призывом прийти на кик просто, блядь, смотреть обычные стримы, которые у нас были и на твиче. И я тогда неделю стримил на кик без казино. Там ничего подобного даже и близко не было. При чем тут вообще казино Чел записал Типа разоблачение Не разбираясь вообще, в принципе, что происходит Он меня не знает Он не в курсе по поводу Монет, он даже, блять, название Неправильно говорит Он не в курсе по поводу того, что я там про казино говорил Которое на твиче было Вырезал из контекста, наебал Здесь он тоже притянул Называет это видеоблогом, хотя это не видеоблог Это анонс стримов на кик Неделя, неделя И не, это не казино, там не было казино Опять притягивает казино Зачем-то Так это подволочка, дурак Ты рекламишь активно кик, а потом Продолжаешь там стримить казино Но в данном контексте речь идет про это видео Якобы я тут анонсирую стримы на кик Где я стримлю казино, но это не так, блять На тот момент даже и речи не было Про казино Я тогда даже не думал, что я буду это делать Потому что после этого видоса прошло много времени И это потом уже началось Может быть ему ненормально, может ему холодно Но так или иначе У меня еще на тот момент, наверное, шталер сработал У меня не было ничего заблокировано Живет он здесь на улице Вот так это бывает Ну, вот такое вот заключение у нас получилось Это, кстати, там лежит обычный популярный стримир твича без казика Сзади у нас дебоширят А вот это, кстати, смешно было О, видите, о чем мужик делает Но, вы посмотрите, что здесь происходит Здесь просто крысы бегают Это вообще отвратительно Как страшно-то, а Их там охренеть Их огромное просто количество Так, а может, ну его тогда, этот Нью-Йорк вместе с Киком Я передумал себе покупать квартиру в этом городе Это просто отвратительно Да, лучше в Москве купить Там же ни одной крысы нет Хотя одна из них вот прямо сейчас на экране Тут передо мной сидит Я не знаю, может, что не в Москве сидит Сустричный твича? Хотя, когда смотришь на эти виды красивые То сразу же опять мнение меняется в другую сторону И теперь я снова хочу здесь себе приобрести недвижимость Да, виды, конечно, завораживают Я только не понимаю А в чем тут предъява? Типа, он доебался до какого-то видоса Где я просто зову людей на кик И даже и здесь пытается все как-то Вывернуть в негативную сторону Вот какой плохой Хесус Ниудей на кик зовет И хочет хату купить В Нью-Йорке Так, и что дальше-то, блядь? А в чем проблема-то? Я не понимаю Покупать квартиру с Кан? Или что? Нью-Йорк это с Кан Че тут с Кан-то, блядь? Нету времени Зависти или что? Как бы, конечно, не хочу его в этом обвинять Но это реально странно выглядит Просто доеб-либо доебаться Просто ни к чему Потому что тебе нужно смотреть вниз, чтобы не наступить вам жареное мастер спинтера Мне прямо, конечно, здесь, потому что на Анхайта нет Чел, ты, если не знаю Может, у тебя, я не знаю Типографический кретинизм или с географией плохо Но Нью-Йорк это не только вот эта улица Которую я снимаю на видео И квартиры покупаются не только вот на этой улице, блядь Где крысы бегают и бомжи ходят Я тебе так скажу Нью-Йорк это большой город Здесь много разных районов Здесь много разных улиц и мест Оу Ты не знал, наверное, да Ты, наверное, не знал, что можно квартиру купить в нормальном районе Где нет крыс и бомжей Оу Пиздец О, нет, Хесус Ты чего тут крыс пробежала? Срочно надо брать и переезжать в другое место В Россию вернуться Вот у нас в России Крыс нет Ни одной крысы нет Великая страна, блядь На что он сейчас пытается внимание свое акцентировать? Я просто не понимаю Вот я дурак Видите ли, в Америке, блядь, хату хочу купить Крысы бегают и бомжи Это, типа, причина, чтобы этого не делать В Кремле Ребят, ну Если я сейчас скажу, что в Кремле сидят там крысы Его ж порвет, нахуй Вы что? Зачем? Не надо обижать Энворка Он же так любит Крем... Фу Мастер Мне в таком случае на Кик придется стримить Но года два-три Постоянно, стабильно И тогда, да, я смогу себе тогда приобрести Недвижимость прямо здесь, где-нибудь Ого Два-три года? Я слышал, что люди даже столько не живут Но два-три года постоянно стримить на Кик О, это смешно, блядь, пиздец Сука Это такое Все-таки Твич, лучшая площадка пока что А так, глядишь, может быть, и Кик станет лучше площадкой когда-нибудь Блин, кто-нибудь оставит его пока он так до центра города не дошел Там квартиру стоят 10 лет стриминга на Кик А если еще есть машина место, то... Какое это видео имеет отношение к кайзикам, я вообще не понимаю Вот данное видео, какое имеет отношение к казино Никакого, блядь, вообще Бутойн, блядь Я на этот вопрос уже тысячу раз отвечал Это абсолютно тупейшая аргументация Что если ты, например, живешь в Нью-Йорке, сидишь, стримишь дома А если ты в Нью-Йорке, ты должен обязательно, блядь, работать где-то За пределами своей квартиры Здесь есть очень много людей, которые работают удаленно, не знаю, программистами Но при этом живут в Нью-Йорке, потому что это охуенный город Потому что это очень активный город Потому что это очень разнообразный город Потому что здесь много всякого интересного Потому что здесь у меня друзья У меня есть девушка, у которой здесь ее друзья, ее родственники Нельзя просто взять, собрать чемодан и уехать, блядь, в деревню И просто там сидеть, блядь, тухнуть Просто потому что в Нью-Йорке все... А жизнь, пиздец, блядь Но нет, зачем? Чё ты вот, ты где? Я не знаю, конечно, могу ошибаться. Но у меня такое ощущение, что, наверное, Энворк живёт в Москве. Ой, а почему? Может, потому что там все активности блогерские, блядь? Может, потому что там вся жизнь, движуха вот это вот, да? Чё ж ты, блядь, в деревню-то не съебёшься какую-то российскую? Сэкономишь деньги? Купишь там себе домик за 5 рублей? Нет! В Москве сидит. Чё-то, блядь, непонятно, чё он в Москве. Ну, а если вот про Нью-Йорк говорить, так всё, вали, Хэсус. Чё ж ты там забыл? Тебя забыл спросить, где мне жить. И хотеть купить квартиру. И тем более, да, ну, камон. Серьёзно, купить квартиру, например, в Нью-Йорке и купить квартиру в каком-то неизвестном городе американском это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Потому что квартира в Нью-Йорке будет иметь огромный спрос всегда. Всю жизнь. Квартира где-то, непонятно где, она не будет иметь спроса. И она не будет стоить, ну, если сдавать её в аренду так дорого. Ты себе, ну, ничего не получишь, блядь. Что это? Для чего? Чтобы что? Манхэттен выглядит не так-то уж и круто, если у тебя на живое. Я понимаю, что, может быть, оно вам нафиг не надо, да? Потому что, ну, квартиру-то я себе возьму, а не вам. Первый логичный вывод за всё видео. Да пойдут, пойдут. На кого ты их тут оставишь? Я говорю, у меня преданная аудитория, ты сам сказал. Ну да, но не все же. У меня тоже преданная, но не все пойдут на кик. Ты ж понимаешь это? Ну тогда это непреданная аудитория. Отвалится часть каких-то непонятных людей. Но, блин, я буду очень благодарен, если вы придёте. Потому что мне уже чёртовых 30 лет. А я до сих пор ещё ничего себе не приобрёл. Да, в случае Хесуса это практически конец жизни. Ведь Хесуса живут до 35 лет, как правило. Ну что, Хес, может, экскурсию по Нью-Йоркскому метро? Тема-то хайповая. Ну вот примерно так выглядит. Обычный поезд. А, соответственно, да, метро. Ничего себе. Короче, тут преданная в том, что... А, посмотрите, какая Америка грязная, загнивающая. Фу, Нью-Йорк. Нью-Йорк, параша. А, Гой, да. Вот он хочет тут квартир купить. Какая-то, нахуй, раздевчу квартир купить. А чё, скам-то здесь в чём? Метро скам, Нью-Йорк скам, бомж скам, крыса скам. Кто ещё скам? Нет, вот так кто-то катается. Тоже ничего особенного нет. Просто едет вперёд и всё. Ну да. Понял, ну, дай бог ему здоровья. Ждём тогда ещё новый видео про Нью-Йоркский небоскрёбы, которые вот так вот они стоят. Пока есть такая... Кстати, будет. Жди. Чтобы ты дальше потом смотрел эти видосы, потом и доёбывался до мусорки, до крысы, до бомжа, до ещё какой-нибудь херени. И о, какая Нью-Йорк, правда, плохая. Какая Америка плохая. Более что, как я уже говорил. А я специально буду для таких, как ты, записывать побольше крыс, бомжей. Вот. Чтобы ты сидел и радовался, как Америка загнивает. Я никуда не ухожу. Я просто иногда буду подрубать там, и всё. Но, если вы хотите помочь или как-то поддержать... Хотя нет, ты, наверное, блядь, не сможешь посмотреть видео. Ведь Ютуб-то у тебя, скорее всего, будет заблокированный. Или замедленный. Но зато в Америке крысы, крысы бегают. Ссылка будет в описании. А можешь ещё свой тенёк сказать? То я вижу, у тебя там жизнь нелёгкая. Закинуть тебе там 400 рублей на покушку. Кстати говоря, если вдруг... Плати, да, закидывай. Тем более, что Хес обещал, что всё, кто скидывался на хату, смогут там жить. Плюс в чат, кто согласен с этим. Чё, охуел, дзюнфикс? Не-не-не, спасибо тебе за 2 доллара. Понравился такой формат видосов? Пишите в комментарии, а нужно ли ещё такое записывать. Ты про вот этот вот оригинальный формат, где ты каждую секунду видео умоляешь людей перейти на кик? Погрустно. Чел, это анонс. Это анонс стримов на кик. Это не было, блядь, видеоблогом. Хоть и название было байтерское. Но это, блядь, был анонс. Музыку на фоне спячет бомжей. Слушай, ну, не знаю. А есть ещё какие-то идеи? Поэтому, если вдруг вам не безразлична моя судьба или моё будущее, я буду очень благодарен, если вы будете приходить на мои стримы на кик. Такое чувство, что Хесус не на новую квартиру в Нью-Йорке купят, а клянчат 100 рублей у знаменитостей в комментариях в инсте. Хесус вообще, по всей видимости, лучше очень прям любит деньги. Понятное дело, деньги всем нравятся. Да, ты тоже, судя по рекламе, любишь деньги. Эдворк. Не тебе ли мне предъявлять? Ну да, серьёзно. Вот сколько людей готовы поступить со своими принципами меропии? Потому что Хесус почти все свои принципы и табу обменял на базу. Какие принципы? Ну какие принципы ты сейчас тут мне? За какие принципы предъявляешься? Первая часть видоса пиздёж. Середина видоса пиздёж. Засаживать мембоин равно засаживать казино. Это не полезный продукт. Позже пиздёж, подожди. Всё оказалось буквально пиздёжом. Так, а в чём принципы-то? Где? Какие принципы? Казино? С 17-го года я эту хуйню стримил. Горжусь ли этим? Нет. Ну это хуйня, я согласен. Я это, блядь, не отрицаю. Ну это хуйня. Так, ты говоришь про фейты-принципы. Как будто бы они у меня были. Касаемо того же казино. Типа, нет. Я не передавал этих принципов. У меня их и не было. По сути, этих принципов. Он уверял, что не будет стримить казин. А в итоге стримил он как миленький. Где я это уверял? Покажи, ты так и не показал этот момент. Где? Где, блядь? Что нигде не своё утепление. Там уже на Трамп опять покушение совершили, судя из того, что в чате пишут. Подождите, ребят. Тут чуть-чуть осталось, две секунды досмотреть. А в итоге мы имеем Бубакуэн с непонятным курсом, но зато очень часто... А, всё-таки мы Бубакуэн имеем. Всё-таки монета не заскамилась. Всё-таки она до сих пор существует, да? Ты весь видос пытался доказать, что это скам, блядь. Но под конец видоса буквально показывает, что Бубакуэн-то существует. А она и не заскамилась, оказывается. Вакатрика с Есусом. Он души не чаял в Твиче. Но как только его поманили коврежкой, сразу побежал стримить ноги. Да чего что... Ещё раз, что? Не будет стримить казин. А в итоге стримил его как миленький. Я не говорил. Я не говорил, что они будут стримить казин. Говорил, что не кинет свою аудиторию. А в итоге мы имеем Бубакуэн с понятным курсом. Ну так, Бубакуэн существует и мы никого не кинем.